Спасибо. Да, я всех приветствую. Дело в том, что так получается у меня, что в ближайшие какие-то месяцы я уже занимаюсь и буду заниматься Германом Когеном по преимуществу. То есть у меня в частности наметилась очень странная лекция в Москве, которая будет через несколько месяцев, связанная с как раз столкновением Германом Когеном и Мартина Хайдегера. И это совершенно другая тема, на самом деле. Герман Коген – научная революция нового времени. Значит, здесь коллекция в Москве, в зависимости от Герман Когеном и Мартина Хайдегера. Знаю, знаю. Хорошо. Спасибо. Нет, я очень прошу меня сейчас перебивать тогда, когда у вас вопросы, потому что сам режим, учитывая, что такое запись, если кто-то захочет сказать, я поменяю микрофон, направлю на него камеру. Давайте, в основном, на конец, потому что моя задача очень грандиозна сегодня. Итак, ну, во-первых, я вот наслал план, собственно, своей лекции и собираюсь по нему двигаться. По этому плану он, правда, я, к сожалению, не поставил номера страниц на этих листочках. Значит, у меня план лекции находится на какой-то там второй странице. Вот. Я хотел начать просто с некого обзора, а потом углубиться в, собственно, тексты Германа Когена, потому что, надо сказать, что Герман Коген – это вообще грандиозная совершенно фигура. Довольно сложная и непонятная, но, учитывая, что он больше был действительно действующим активным философом, у которого менялись какие-то его формулировки довольно часто, и когда он рассказывал, он рассказывал очень эмоционально с оглядкой на аудиторию. Его книги тоже очень такие, я бы сказал, динамичные и идеологичные, поэтому он не написал, к моей точки зрения, таких совсем-совсем систематических книг. То есть, вернее, он написал их довольно много, но чтобы их понять, их забрать – это очень большая работа. К этому еще добавляется то, что в основном тексты существуют только на немецком языке. Только одна книга «Береги разума» была переведена на много языков других, «Жаеврит», но в основном почти все основные книги, она не является опять его главной книгой, хотя в какой-то степени итоговая книга. И, на мой взгляд, ее читать, не зная других книг, просто невозможно, она непонятна вообще, непонятно, о чем там речь. Поэтому я планирую сегодня поговорить о вообще философии Германа Коина и о его основных произведениях, его философской системы. То есть, четырех основных книгах – «Вогика чистого познания», «Этика чистой воли» и «Эстетика чистого чувства», где они названы как некоторое перевоплощение к антовской критике. И, наконец, четвертая книга – это «Ленигеразм», она как бы замыкает его систему. Значит, я как раз и заслал тексты, и вот они здесь распечатаны, каких-то фрагментов из четырех книг. Значит, конечно, книги очень большие и довольно сложные, поэтому будем работать буквально действительно совсем с фрагментами. Но для начала я хочу несколько слов сказать, что такое Герман Коген с точки зрения, с разных точек зрения. Значит, и я вот выделил несколько точек зрения, значит, как на него смотрели в конце 19-го века. Где-то вот на грани 19-20 века он был одной из самых крупных фигур мировой философии. Он был профессором, зам в кафедре философии в Марбургском университете, одном из лучших философских университетов мира. Он был всемирно известным человеком, автором уже десятка больше солидных книг. И, значит, как бы его знали. Но его знали в качестве, в первую очередь, это называлось Марбургское наукритианство. То есть было такое движение в конце 19-го века переосмыслить Кант. Потому что было в 1865 году, сформулирована была такая идея, что философия застряла из-за того, что неправильно поняли Канта. И нужно вернуться к Канту и заново его почитать. Это называется наукритианство. Было несколько школ наукритианства. Одно из них вот Коген. И вот эта этикетка, что Коген является создателем Марбургского наукритианства, к нему приступилась. Это очень почетная, в принципе, миссия. Но она совершенно не исчерпывает Германа Когена. То есть и отсюда многие просто звонили от них, то, что он руководитель наукритианства, звонили от того, что он такой вообще, в чем его философия. Но я хочу сказать сразу же, с полной ответственностью, что Герман Коген это совсем не Марбургская наукритианство. То есть это в том числе и это, но в основном это совсем что-то другое. Герман Коген это человек, который создал абсолютно оригинальную философскую систему, похожую на ту, которая создала там по мощности Гегель, Канг, Ницше, совсем система, но тем не менее. Это философ такого масштаба, и он фактически является абсолютным реформатором, то есть он философий, он создает некую абсолютно новую философию. Значит, теперь, если прочитать, перечислить, продолжить перечень отношений к рецепции Германа Когена, то вторая рецепция у меня здесь на философском санцвей, он как раз совпадает со мной, то есть, или я совпадаю с ним, по непониманию Германа Когена, что это величайший философ нашего времени, считает санцвей, совершивший глобальный переворот нашлений. Но плюс к этому он еще добавляет то, что Герман Коген является создателем нового иудаизма. Это вообще удивительная вещь, я думаю, особенно сейчас, вот, находимся в центре правошерки, так сказать, инноваций современного иудаизма, значит, что такое вот этот новый иудаизм, который создал Герман Коген. Я об этом постараюсь говорить. Но я скажу, что, чтобы, может быть, отчасти заинтриговать, отчасти для того, чтобы как-то... Если у кого-то включен микрофон, вытащите, пожалуйста, на такую часть, если есть помечи какие-то у кого-то из слушателей. Вот, значит, я скажу, что, такое, может, амбициозная вещь, что Герман Коген — это рамбам современности. Герман Коген, он в своей мощности, по своему гласовскому и иудаистическому, он рамбам. Но так получилось, что, значит, он, может, шил не больше времени, чем рамбам, значит, примерно столько же, но он не успел, а, может быть, это и было невозможно, и время, эпоха другая, сформулировать все, что он хотел сформулировать, так вот, как успел сделать рамбам. И тем не менее, достаточно сказать, что вот я просто назову три его ученика, одного, два — это прямые ученики, вернее, один прямой ученик — это французский Сенцвейк, который создал, собственно, еврейскую философию XX века. И он напрямую говорил, что он последний Герман Коген, что его философия — это переволожение к французу Герман Когену, и т.д. Розенцвейка восприняли, и Розенцвейк, значит, оказал огромное влияние вообще на еврейское мышление XX века. Но все-таки я хочу сказать, что Розенцвейк — это очень маленькая часть Германа Когена, это некоторая рецепция, но не более того. Второй человек, очень известный, который тоже является последователем Германа Когена, который, правда, не объявляет это на каждом углу, но, во-первых, он по нему зачитал свою диссертацию и очень двигается по следам его идей — это Раби Соловейчик. Раби Соловейчик с его гласической философией очень основательно замешан на Германе Когене, его сама философия очень когенянская, и главное его учение о глахе тоже очень связано с Когеном. И все-таки тоже Раби Соловейчик, даже в плане понимания глахи и законов, и права не совсем Коген. И, в моем точке зрения, при всем моем огромном уважении Когену Соловейчику, он, как бы сказать, берет только некий сегмент. Например, то, что характерно для Когена и для Рамбама, это политическая философия. Коген — создатель мощнейшей политической философии. Она плохо известна, она как бы не растворилась. Есть человек, который… Было несколько противников Когена, которые от него взяли какие-то идеи и его как-то переначали. Один из них — это Лео Штраус, который, таки, да, создал официальную политическую философию 20 века, но как бы он ее создал в некотором споре с Германом Когеном. Вот. А сам Коген, это, мне кажется, значительно более интересно, чем в Травлосе, при всем при том. Третья рецепция, которую я хотел упомянуть, это Губер и Гершем Шолин, которые как бы отталкивались от Когена, и их характеристика, наверное, такая, что Коген, он пытался исцушить иудаизм вместо живой мистической мысли. Он пытался такую рациональную философию, разум, рационализм. И это и для Бобера характерно для Шолина с разных сторон, такая оценка. Но эта оценка сопряжена, в первую очередь, с тем, что Коген — это мыслитель 19 века. Он в основном, он умер в 18-м году, но как бы он жил в основном где-то на грани 18-19 века. Его философия — это философия, так сказать, близкая по духу к началу 19 века. И поэтому вполне естественно, что эта философия, так сказать, такая рациональная. Но между тем, значит, на мой взгляд, в когенянстве существует огромная совершенно мощность именно мистической мысли, которую Коген воспринял Розенцвейн. Вот. Ну и не только он. Другой, например, ученик Когена Матвей Каган, который учитель Бахтина, в большей степени друг, учитель Бахтина, он тоже воспринял именно мистическое составляющее учение Германа Когена. Таковой тоже и вид. Следующая лиценция — это Мартин Хайдегер, который в какой-то степени, так сказать, в каком смысле похоронил, даже я бы сказал, Германа Когена, потому что Хайдегер в 29-м году во время Довольского диспута как бы приклеил к Герману Когену такой героик, что Герман Коген — это человек, который сводит в особую естественную знанию, к математическому естественному знанию, к физике, к математике и так далее. Это утверждение абсолютно несправедливо. Но, тем не менее, Герман Коген действительно очень большую роль придает и физике, но его наследие в десятки раз превышается в том, что он писал по математике и физике. Но Хайдегер прикрепил Герман Когена это такое вот, значит, определение, и поскольку Хайдегер некоронованный король философии XX века, то, соответственно, так воспринимали Когена до 70-х годов XX века, а в 70-е годы возник бум. А именно, вдруг начали открывать Когена, и сейчас ситуация уже радикально изменилась. Каждый год по Когену происходят международные конгрессы. Примерно сотни исследователей учтили по нему диссертации, пишут монографии, повторяем, ведь он является чрезвычайно важной фигурой. Но все-таки это, с моей предыдущей, только начало процесса. Наконец, я хочу дать еще две характеристики Когена. Одна это, именно как его понимает современные исследования философии конца XX и начала XX века. Назову несколько имен, но, скорее всего, я назову именно Андрея Кома, книжку которого в философии Германа Когена переведена в частности в русский язык. Это выдающийся исследователь Андрея Кома. Какой читается Когена? Да, очень хорошая книжка. Я, жалко, не захватил с собой. Она у меня есть, но она есть в интернете, я легко скачаю. Очень четкая, позитивистская, в каком-то смысле, историческое исследование. Во всех деталях невероятно скрупулезная, подробная и очень-очень графная. Очень хорошая книга. Вот. Но я имею счастье быть лично знакомым с Андрея Кома. Он совершенно чудесный из-за чего. В Италии сейчас очень большой центр изучения философии. Вот он, один из моих представителей. Он считает, что Герман Коин завершил идеалистическую философию европейскую. То есть он, это называется, критический идеализм. То есть он фактически, вот была философия, философия была, значит, там, Канн, Гегель, все прочее. Герман Коин это последняя точка. И в них народе нужно рассматривать философию европейского света Герман Коин. Это очень высокая оценка. Но я считаю, что Герман Коин еще больше этого, как Розенцвайг считал. Я считаю, что Герман Коин не только завершил европейскую классическую философию, он создал новую философию. Он делал некую затравку в философии будущего. В свое время Фейербак, Людмила Фейербак сказал, что будет философия будущего и дал ее некоторые такие мысли, высказал, как он ее. Но только Коин по-настоящему разработал основание этой самой философии будущего. Поэтому я уверен, что это самое будущее. Я это рассматриваю лично в качестве философии диалога, с точки зрения этой философии будущего философии диалога. Но это не важно, как определять. Важно, что в его конкретных положениях содержится этот философии будущего. Это как бы некое мое совсем краское введение. А сейчас я попробую начать, собственно говоря, значит, изложение философии Германа Коина, но поскольку моя задача, я понимаю, что формат небольшой лекции с вопросами, с обсуждением, я надеюсь, не дает мне возможность сейчас говорить здесь, не знаю, там 100 часов, излагать подробно все нюансы. Значит, да, пожалуйста. Сколько с тем, что времени? Я не знаю, они разобраны, не разобраны, но здесь страница. Вот, значит, я попробую умение как бы изложить. Но я сначала хотел начать с некоторого общего момента, а именно, что Герман Гоген, и это очень важно если это отметить, это очень хорошо понимает, например, Андрея Пома, но не только он, есть десяток очень крупных исследований современных, значит, я как раз был года два назад во Франкфурте на конгрессе посвящен Герману Коэну, там было 100 докладов, огромный совершенно материал. Вот, значит, но, как правильно отмечают исследователи, Герман Коэн, он продолжает несколько линий колоссовки. Во-первых, он продолжает классический немецкий идеализм. И, в первую очередь, это, конечно, не только Кант, это и Фихта, и Шеллинг, и Гегель. Вот, он, с другой стороны, через классический немецкий идеализм, на первую очередь, из Канта. Да, плюс к этому, извините, он, очень важный момент, что он продолжает линию Лейбниц. То есть, Герман Коэн, он прямой наследник Лейбница, который, как бы, Кант не очень, так сказать, усвоил, или как-то воспринимал Лейбница. Кстати, был другой еврейский пилософ, Шеломо Маймон, который тоже соединил в своем учении Лейбница не Канта. Коген делает то же самое, при том, как он утверждается, что независимо от Маймона. Значит, но для Когена Лейбница Кант это выход на проблему переоценки учения Платона. То есть, главный философ, которым работает Коген, это отнюдь не Канта, а Платон. Почему Платон? Потому что Платон создатель философии, а Коген пытается создать некоторые новые философии. Загадитесь, пожалуйста. Бакаша и Маймонс, а? Шаприн, так или иначе, это очень важно сказать, что Герман Коэн продолжает линию платоновской, аристотельской, в большой степени демокритовской философии с одной стороны, классическую немецкую философию с другой стороны, и он очень-очень сильно завязан на Рамбан, на Маймонида. То есть, связь его с Маймонида тоже очень большая. Она проявляется, очень сильно проявляется в его последней книге, но реально она присутствует и раньше, особенно в этике, чистой воле и в других книгах. Но я бы сказал так, если Рамбан сформулировал философию иудаизма вместе, я как бы считаю, я тоже очень люблю Рамбан, и считаю, что он один из замечающих философов истории, но тем не менее, у Рамбана было, как у философов, очень большой один учеб, который увидели его критики еврейские еще в 14 веке, в первую чекрескос, а именно, что Рамбан построил свою философию на основе Аристотель. В 14 веке считалось, что Аристотель это вершина философии, и поэтому то, что Крескос выступил против Рамбана именно с этой точки зрения, говорит о том, что он был сам великий человек. Он понял, что Аристотель не работает. В 14 веке это понять было очень сложно, потому что вся схоластика, все было построено на Аристотеле. А Крескос это понял, и он поэтому понял, что философия, построена на Аристотеле, она тупиковая. Но уже в 19 веке совершенно понятно, что Аристотель не работает. И поэтому Герман Коген попытался перестроить философию, но не на основании Аристотеля, в том числе философии Рамбана, а на основании именно европейской философии, на основании Канта, в первую очередь. И у него получил что-то другое совсем не так. Значит, я хочу, если говорить о контексте, еще несколько слов сказать про контексты, есть очень важный момент, как Герман Коген относится к своим современникам. Например, к ниши. Значит, он никогда не упоминает к ниши, но тем не менее он часто говорит, и особенно религиозом об этом много раз упоминается, про так называемых пессимистов и скептиков. вот, то есть, он не называет никаких каких-то, в данном случае он сейчас называет, когда ему нужно что-то сказать, он называет автора. Например, он напрямую называет Николая Кузанского, конечно, Канта Лебедца, но конкретно Ницше и Шопенгауэль он не называет, но совершенно явно, что он противостоит. То есть, его философия, это есть попытка создать альтернативу в большой степени. Это тот человек, которому он безусловно противостоит, его он упоминает, но так сказать, это Карл Макс. И это как раз сыграло Когену плохую службу в плане его присутствия в Советском Союзе, потому что то, что Коген является альтернативой марксизму, это всем было понятно. Он сам, собственно, об этом говорил, но самое главное, что его ученики создали альтернативную социальную учению. В частности, Пауль Натурб создал идею, так сказать, альтернативного социального учения марксизма. И среди марксистов непосредственно был такой Берштейн, который, так сказать, да, оппортунист. Да, оппортунист. Совершенно верно. Этот Берштейн, собственно говоря, это страшно влиятельная центральная фигура европейской социал-демократии, который был, ну, одна из ее вершин, который, собственно говоря, и есть создатель и лидер этого, так называемого, оппортунизма, который объявил, что никакая революция не нужна, она является абсурдом, вредна, и который создал, ну, другую совершенно теорию, не марксизм. И понятно, что советские, то есть, российские соотдемократы, они ненавидели Берштейна и все немарксистское социальное учение, и Герман Коген фактически был запрещен Советским Союзом. То есть, его, можно было упомянуть, потому что, на большой смельчат, что он вообще говорит, что он был с ним знаком, но, в принципе, эта фигура сомнительная. А он действительно создал альтернативное социальное учение, Коген, не Берштейн, разумеется, а именно Коген, который страшно интересный, и о нем мы сегодня тоже попробуем поговорить. Итак, может быть, чуть-чуть все-таки сумбурно, я попытался сказать, сейчас секундочку, время для вопроса, прямо сейчас и будет, я попытался сказать, что Коген, с одной стороны, это продолжение европейской колоссовской традиции, и греческой, и немецкой, в первую очередь, и продолжение еврейской философской традиции, в первую очередь, видим, Маймонида, вот, и в то же время, так сказать, фигура, вот, конца 19 века, которая является альтернативой того, что происходило в европейской философии. Вот, да, пожалуйста. Вы говорите, что Коген был продолжательным, одновременно, скажем, Санта и Лейберска. Чем это выражалось? Хотя бы это стоит... Сейчас прямо и скажу. Чем это выражалось? пожалуйста. Я сейчас об этом и скажу, и вот текст, который у вас есть, они, отчасти, к сожалению, только содержат, как раз вот этот момент у меня не очень прописан. Значит, я могу задолжить вам все тексты, просто выбирайте, из них тут есть четыре экземпляра. Я, к сожалению, не написал на растраницу. Я нашла только четыре разных экземпляции. А, тут их десять. Мне вопрос, если вы мне пришли... Да, это оно и есть, это оно и есть. Да, пожалуйста. Итак, я сейчас хочу начать с отображения, с рассказа про логику Ходина, потому что система, где-то, философская система Ходина состоит от четырех частей. Это логика, этика, эстетика, это часть текантовской системы, и четвертое, что Когин добавляет как отдельный независимый элемент системы, это религия, которая его рассматривает как необходимые, абсолютно не вмещающиеся другие, как бы, элементы системы. Вот. Я хочу начать с логики. И я попробую... Понятно, что про логику у Когина много написано, кроме того, что его первая книга, которая перейдена на русский язык, которая называется «Теория опыта у Канта», которая посвящена теории познания, соответственно, логике. Значит, потом была книга «История пенитоземального принципа», это как раз посвящено Лебенцу. Значит, то есть «История принципов бесконечных малых». Значит, книга не перейдена на русский язык, я не помню, она, кажется, то ли на французский, то ли на английский. Это маленькая брошюра, очень интересная. Но все эти идеи заново просматриваются в логике чистого познания. Вот из логики чистого познания довольно-таки важный кусочек на русский «Да, переведенный», кое-что из этого перед вами. Скоро появится больше. Значит, итак, я эту логику, логику чистого познания, обычно в литературе называют логикой «Истока» или «Диалектикой «Истока». Есть, кстати говоря, два крупных философа с похожей фамилией, а может быть, это и был один человек, я тут до сих пор не смог выяснить, но вроде бы два. Одного звали Гордон, Яков Гордон, а второго звали Яков Гордин. Вот, оба они, конечно, из России, и оба примерно в одни и те же годы написали по ним, да. Ты лично знаешь человека по имени Яков Гордин и Гордин, который стоит. Не-не, это не то, это другой человек. Гордин распространенная фамилия достаточно. так вот, это оба человека были очень интересны, оба очень рано умерли, но Яков Гордин является учителем нашего центра, в котором мы находимся, Равашенки. И Гордин является учителем Маниту, и Гордин являлся одной из лидиков совсем, но, к сожалению, от него очень мало чего и осталось в тексте. Так вот, Гордин, в частности, его диссертации, которая посвящена логике Когена, значит, он обращает внимание, что логика Когена это альтернатива логике Гекера. То есть, собственно говоря, и это самое важное, а вот Яков Гордон вспомнил таким образом, он говорит о том, что существует диалектика системы Гекера и диалектика истока Когена. Логика Когена определяется как логика истока. Я сейчас попробую очень коротко изложить. Ну, я прошу вот той страничке приложения, где там есть несколько цитат из логики чистого познания из книги, я прошу их перед собой раздержать по мере возможности и, ну, я буду все равно читать. Значит, во-первых, значит, он в самом начале этой книги говорит, что вектор европейского познания, европейской науки и, соответственно, европейской философии задал Николай Кузанский. Этот тезис сейчас уже даже и, в общем, вполне устоялся. То есть, Коген один из первых это сформулировал. Почему Николай Кузанский? Что, собственно, собой описание Николая Кузанский? Николай Кузанский, значит, как бы эпископ, металлический теолог как бы сжег такой идеи, он как бы, ну, какой-то, 13-14, по-моему, То есть, он жил довольно-таки задолго до Галилея, но он сформулировал, значит, некоторую чрезвычайно важную вещь, что задачей науки и задачей познания является то, что вот здесь первым это идет от имени Кузанского, но я это выписал у Когина, сочетание конечного и бесконечного, вот главная проблема научного познания, то есть, научная наука занимается исследованием отношений бесконечного и конечного. Значит, это, я вижу стептические взгляды. Она еще много чем занимает. А? Она еще много чем занимает. Значит, возможно, сейчас я, 15-й, да, спасибо, потому что Галилей, который 17-й, 2-2. Галилей, он является фактически преемником идеи Кузанского, но он не только он. Значит, в чем тут фокус? Кузанский также сформулировал следующую идею, что отношение конечного и бесконечного, почему мир, Бог, человек, все это бесконечное является. А наше познание это конечное. мы должны нашим знаниям вместить бесконечное в конечное. И в этом и собственно состоит задача познания. И поэтому Аристотель не прав. Он, как бы, начиная с Кузанского, происходит перемена вектора от Аристотеля к Патону. Что же за наука, которая способна описать бесконечное при помощи конечного? Это математика. Поэтому наука должна стать математической наукой. Как держать Кузанец. Что такое математика? Математика это попытка формального мышления описать какие-то бесконечные реальности при помощи конечных формул этого мышления. Значит, теперь, сейчас я, ну я, значит, не Кузанский, Александр Кузанский тоже очень интересная тема для разговора, а Когин. Как это делает Когин? Когин на самом деле его, как бы, если так попытаться формулировать, в чем же, собственно говоря, он не согласен с Кантом, это очень важный момент, что Когин, Когин говорит, опять-таки, чисто познание, он говорит, что Кант, когда перед ним стала проблема создания новой науки, он, конечно, в большой степени окорался на Платона, но ему пришлось, и об этом действительно критически написать, Платона переписать, потому что Платон не удовлетворил Канта, и он создал новое учение, учение о трансцензенциальной форме, которое отличается от Платонской идеи учения Батин. Так вот, Когин мне приходится то же самое делать с Минканом. В чем же, собственно говоря, есть предмет недостаточности Канта? Сейчас я буду говорить о довольно сложных вещах, но попробую говорить о них просто. Собственно, задача философии, как ее понимает Кант, это попытаться найти границу между фубъективным и объективным. То есть, есть мир, это предмет нашего опыта, есть наше мышление, которое пытается на основе этого опыта составить представление о мире. Как мы только что говорили, мир бесконечен, но мир нам и не дан, нам сам по себе мир не дан, нам даны только ощущения. Мы смотрим на этот мир, и мы что-то видим. Вот эти ощущения мы схватываем и воспринимаем, мы должны переработать мысли. Это и есть задача субъекта, субъективности, сознания, который воспринимает эти образы, которые к нему приходят из внешнего мира и перерабатывает их мысли. Каким же образом он это делает? При помощи некоторых структур, неких форм. Это я сейчас говорю про Канты еще, не про Канты. Формы эти выражаются в двух типах форм. Есть форма созерцания, это формы, которые являются не что иное, как у Канта пространство и время. Пространство, как говорит Кант, это есть форма внешнего созерцания. Что это значит? Что мы, для того, чтобы распределять вещи в пространстве, в внешнем мире, мы структурируем внешний мир. Видим, что это справа, это слева, это больше, это меньше. Это так. Это наше сознание структурирует внешний мир. К нам в глаза поступают какие-то сигналы, а вот мы в своих голове, в своем сознании структурируем сигналы. И поэтому пространство, это, согласно Канту, вовсе, отнюдь не некоторая внешняя реальность, не опыт, а есть структура нашей переработки. То же самое и время. Время, это мы перерабатываем опыт, чувства при помощи структуры времени, наш внутренний опыт. Дальше, когда мы структурируем эти ощущения, они переходят к Кант, мне было знакомо с анатомией мозга, но тем не менее именно об этом идет разговор. Когда они переходят в внутреннюю часть, дальше наше мышление начинает перерабатывать эти сигналы при помощи категорий. Категории это некий набор структур, которые вот этот опыт структурирует и в конечном счете его задача получить законы. То есть получить некие законы, которые описывают внешнюю реальность. Задача стоит вовсе не в том, чтобы узнать, что там, например, не знаю, если камень бросится с крыши, то он упадет кому-то на голову, например. А задача стоит вовсе определить закон движения тела. Закон движения тел это уже интеллектуальная конструкция. И с точки деканта это, так сказать, конструкция некой субъективности, которая отражает реальность, объективную реальность, то есть опыт. В чем здесь проблема? Я понимаю, что одним Кантом могли бы тоже заниматься 10 лет, но я хочу сразу сказать, что здесь не работает. Как вы понимаете математику? Да-да, пожалуйста, я сейчас сошлюсь, смотри, значит, разговор про математику, это тоже очень большой разговор, но я скажу, я буду говорить, как понимает математику Кант, как понимает математику Герман Кокин. Потом я могу что-то добавить, как я понимаю. Значит, Кант говорит следующее примерно, и это потом ему тысячу раз вставили в упреки. Он говорит, что посмотрите, бесконечное многообразие мира при помощи нашей формы созерцания мы структурируем в виде неких упорядоченных форм. Поэтому пространство, говорит он, это есть не что иное, как структура нашего упорядочения внешнего мира. Так вот, пространство это математическое понятие. Пространство, его законы, это математические законы. Потому что потом, потом мы говорим про пространство, пока мы говорим только про пространство. Пространство, мы можем построить занятие пространства чисто при помощи интеллектуального анализа. То есть, говорит Кант, ведь посмотрите, вот имплидовая геометрия. При помощи некоторого простого набора, аксион, первоначальных понятий, теорем, мы структурируем весь, все пространство. Это математика. Математика, это больше написано даже критикам чисто разума, книжка, которая называется про легомины ко всякой будущей философии, метафизики, по-моему, у Ганда. Значит, он говорит, что математика, это есть не что иное, как формальная структура переработки внешнего мира в виде неких простых логических конструкций. Вот, что такое математика, с точки зрения Канта. И понятно, что любые там законы, репетика, там, алгебра, матанализ, все что угодно, это некие структуры, логические структуры, Куканта, которые позволяют нам воспринимать, понимать мир. Математика это своего рода язык, если угодно, который позволяет переработать внешние ощущения на уровень того, что мы понимаем. Вот это пример такая картинка Канта. Я сейчас не хочу входить к Канту, предъявляя ли претензии уже в 20 веке, а, ты сказал, что инклит, он изображает пространство, на самом деле существует нефлитовая геометрия, которая совершенно литератированная пространство. Эти все возражения, смотря в крайней степени, несерьезные, потому что нефлитовая геометрия тоже описывает пространство. Это, мир математики может быть огромным совершенно, и он никогда не будет сводиться, разумеется, какой-то отдельной математической теории. Я вообще считаю, что математика великая революция, она изменится еще больше, чем она изменилась в 20 веке, но, тем не менее, математика, как ее понимает Кант, как ее потом понимает Герман Коин, это некая структура, кстати говоря, как ее понимает часть Рав Соловича, он об этом довольно много пишет, это некоторый способ формализовать реальность, представить ее в качестве некоторой формальной структуры. Вот, теперь, я и обещал, я стараюсь это сделать, сказать, а что же плохо, что же не работает. Ответить на этот вопрос довольно сложно, потому что нужно держать в голове, в перспективе, что же, чуть после Кантской философии. И работает то, что отношение субъекта и объекта само по себе является сомнительной ситуацией. Потому что, когда Кант разработал свою схему, то почти сразу же стали говорить, так а зачем нам этот объект вообще нужен? Ведь субъект же все схватывает. Ну, Соломон Маймон сказал, мира внешнего нету. Ну, я немножечко утрирую, потому что весь мир это тот мир, который мы субъективно принимаем. Для Канта архиважно говорить об отношении внешнего опыта, внешнего мира и мышления. Вся система Канта на этом держится. Если мы скажем, что внешнего мира нету, а если наш внутренний мир, который внешний мир формализует, как это Маймон часто говорит, то все кантианство становится бессмысленным. Но именно, но ведь дело в том, что оно работает, вот в чем фокус. И у Маймона оно работает, еще больше оно работает у Гегеля. Гегель то же самое делает. Он говорит, да, весь мир это из отношения субъекта и объекта, но нам совершенно нет необходимости обращаться к этому внешнему опыту. Потому что внешний опыт только нам может дать только некие условия, а мы на самом деле можем внутри нашего собственного мышления понять. Весь мир это мышление. Вот к чему пришло после кантовская философия в первую очередь немецкий диалет. Весь мир это мир мышления. У Канта мышление это то, что у нас в голове происходит, а у немецких голосов мышление это вообще все. И это проблема. А почему это произошло? Произошло очень простой причине. Что непонятно, как установить отношения между субъектом и объектом. Они это проблема так называемого бесконечного суждения. Как может быть суждение о чем-то бесконечном? Конечное суждение о бесконечном. философом для классических философов эта линия оказалась несколько скомпрометированной. А победила другая линия других последователей Николая Кузанского английских. Английских эмпиристов. Потому что ведь задача, которую ставит Принцесс Бэкон то же самое, как бесконечность записать Принцесс Бэкон и Конечный. Мир бесконечен и мы должны структурировать этот мир таким образом, что он нам дал конечный результат. Это делается Принцесс Бэкон и Эксперимент. Эксперимент это и есть попытка загнать бесконечность в некое конечное русло. Так загнать природу в угол. Эксперимент это и есть главная тема кантрики философии. Но она оказалась не очень работающей на этом поприще. Именно с этой точки начинает Герман Коген и я сейчас продолжу сложное, а потом попробую немножко более простое. Сейчас скажу наверное самое сложное. пожалуйста. Курганского проэксперимента нет. Нет, у Курганского нет проэксперимента. Курганский но проопыт у него есть. Но это отдельно сейчас. Курганский это отдельная история. Знаем значит как загнать реальность объективную реальность вещи, которые происходят во внешнем мире в мышление так, чтобы они не исчезли полностью. вот уже Маймон они исчезают. Коген при самой главной задаче как познавать внешний мир не отрицая его существование. Как можно описывать реальность как бы и он здесь делает совершенно фантастическое открытие. Сначала я скажу сложно потом скажу просто. Сложно он говорит следующее что на самом деле реальность это и есть ничто иное как порождение. И он говорит так что реальность это и есть что мы хотим познать когда мы смотрим на версию мира мы хотим его познать. Мы пытаемся познать как возникает как происходит где начало или где исток. Он использует немецкое слово «штунг» которое он переводит «архе» английское и ивритский решит начало это то из чего рождается то каким образом оно становится когда Пастернак действительно кое-чего Германа Коина выучил когда он говорит что во всем как там смотрится корень до самой сути до самой сути то есть как бы идея логики Кокина очень простая на самом деле это то что чтобы понять какую-то вещь нужно понять как она возникла то есть как она рождается но не как она возникла исторически например только лишь исторически в смысле последовательности потому что это у нас бесконечно будет а как она возникает логически какого логическое происхождение предмета он это называет ушком то есть исток нужно понять исток вещи а что значит логическое происхождение физического предмета ну вот это интересный вопрос значит физический предмет он имеет некую структуру логическую то есть мы его описываем как да но мы не можем создавать произвольным образом значит и собственно говоря вот как бы недостаточно говорит Герман Коген понять устройство как бы предмета то есть водительскую структуру существующего предмета а нужно понять его начало то есть говоря на языке латинском принцип нужно понять принцип предмета не сам предмет его устройства а его принцип то есть как этот предмет возникает как он рождается как он структурируется и так далее значит и соответственно это понятие принцип перевод того же самого шпунт только на латинский язык вот и одну секундочку и соответственно логика Герман Когена то есть вся эта довольно солидная кирпич 400 страниц занимается исследованием природы познания принципа каким именно образом принцип то есть начало то есть как бы рождается или воспринимается я кое-что об этом втором вопрос очень близко но совсем не то и сейчас это скогин об этом поскольку он просто платоник он о платоне очень много говорит и он объясняет чем это отличается от идеи платона это очень близко к идее платона понять форму понять форму как вещь сама по себе существует но не просто существует как она возникает тут для Германа Кунина очень важный момент и здесь он как раз отступает от Рамбама но двигается по Рамбаму к Креседам вопрос о креационизме каким образом Рамбам тоже считает что мы познаем не начало мира не в смысле его творения Богом а мы познаем причинность которая завожена в мире но вопрос о том как появляется как рождается как как возникает это любая вещь это центральный вопрос теперь вопрос каким образом это можно познать и вот здесь Герман Коин говорит про очень странную вещь и обещал сложную сейчас скажу сложную он говорит нечто очень странное он говорит что проблема познания реальности это проблема исследования бесконечно малых величин то есть на самом деле вот этот корень это вот начало это бесконечно малая величина это дифференциал он свадь скажет на Лейбинца и вот спрашивали про Лейбинца он говорит что дифференциал дифференциальные начисления одновременно Ньютон и Лейбинца по-разному немножечко предложили у Лейбинца более аналитическая теория это я уверен что сейчас хорошо знаю Ньютон больше механическая теория так или иначе вопрос о том что такое бесконечно малая величина и почему как утверждает Дерман Коген дифференциал это и есть корень или источник понимания каждой вещи то есть он рассматривает дифференциал как такое центральное понятие логики что значит почему именно дифференциал является некоторым вариантом источником для понимания значит вот вообще чего угодно то есть если мы находим условие дифференциал там дифференциал это математический язык для описания вот этого самого истока то есть принципа да пожалуйста ну окей не важно сейчас Коген опирается в данном он тоже на Ньютон конечно много рассылается но он опирается в первую очередь на Лейбниц а Маймон кстати тоже на Ньютонов больше чем Коген опирается в этом вопросе потому что Лейбниц все-таки философ у него патоник генетическая философия итак как это понять что это значит от ДХ к ИКС что говорит нам Коген он говорит вещь странную которую я уверен что любой маломальский знающий математику на школьном уровне человек сразу скажет почему это а Коген говорит очень странная вещь он говорит что ИКС и ДХ они относятся к разным реальности ИКС это величина которую мы пытаемся как-то описать или измерить и так далее а что такое ДХ ну вроде тоже величина но какая такая бесконечно малая величина и Коген говорит реальность это ДХ реальность это дифференциал а мышление это ДХ который пытается этот дифференциал описать то есть отношение конечным к бесконечным который он сформулировал задач это есть отношение функции от ДХ в отношении функции от ДХ что это такое что это все значит нет каких-то идей мышление это ДХ или ДХ мышление это ДХ а реальность это ДХ реальность это ДХ или функция от ДХ которая пытается схватить какую-то функцию по отношению к ДХ это вот странное казалось утверждение об этом Викторик импенитозимального принципа он пишет а здесь он разворачивает что это значит то есть значит действительно это такой вопрос очень интересный если пока нет я вижу что Лев задумался может что-нибудь сейчас выдаст вот но значит я поскольку время моего довольно-таки ограничено а я ведь хочу еще пройти по всей системе Хогена и даже рассказать почему он рамбам нашего времени то есть пытаться писать его с точки зрения именно как учителя учителя как еврейского так и не только еврейского мирового учителя значит итак что такое отношение взглядела может что-то эфициально ну да может быть потому что мы на самом деле не можем воспринимать бесконечно мало и поэтому реальности меня привык реальности бесконечно мало мы не можем воспринимать вскоре взглядел о о о о о о о молодец здорово ура сейчас собственно в чем отличие dx и x они логически разные dx это последовательность dx это некоторое процесс описание по процессу реально конечно когда мы берем dx пишем это вроде бы все статично на самом деле мы понимаем что это да dx это мгновенное измерение чего-то мы не можем мыслить вещами бесконечно мало верно верно нет это все прекрасно понимают в чем я просто хочу сказать логически понятие числа понятие величины и понятие вот этого dx дифференциала они относятся к разным областям потому что как бы мы ни описывали возьмем там не знаю как бы математик французских типа коши или там еще чего-то пытаемся есть механизм сведения бесконечно малой величины к конечной величине есть такие механизмы которые хорошо известны математике но это не меняет того факта что сама эта бесконечно малая величина описывает некий процесс да пожалуйста коши коши да извините конечно да 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 нет все правильно вот и таким образом Герман Коэн приходит вот сейчас будет простое как раз то что я сейчас искал по поводу бесконечно малого там это довольно сложно сейчас я скажу что-то простое и оно настолько простое что берет тотор то есть потрясающее он говорит что то что пропустила философия вообще и томся как это собственно говоря факт процессуальности восприятия мы мир видим и вообще все это некий процесс это всегда некий процесс а воспринимаем его как бы статически то есть мы пытаемся некоторую некоторую процессу писать при помощи каких-то статических приборов а исток понятие истока это всегда процесс мы пытаемся этот процесс описать при помощи каких-то категорий структур и так далее и именно это так и работает и в этом случае если мы сумеем найти вот этот исток то есть этот дифференциал вещи как это значит мы поняли мы познали эту вещь вот логика если самым простым образом говорить логика истока кодиновская это именно это но что здесь произошло произошло нечто скандал философский то чего не было до Кодина вообще никогда философии время стало не категорией то есть только время всылается на истокер истокер первый начал изучать время но время ничем не отличается от пространства это некоторые описания некой последовательности и так далее но время это вовсе не то же самое что пространство время это тот механизм при помощи которым мы воспринимаем мир нет времени нет восприятия следовательно если мы вводим время то есть процессуальность внутрь философского рефлексии то у нас меняется вся картина это уже не Кант тут возникает некоторая новая ситуация но сейчас будет что-то совсем интересное правда я это уже в связи с много разговор но разве опирается на Коген в этом вопросе Коген делает еще один шаг и этот шаг уже совсем многоокружительный а именно он говорит что время это ведь вовсе не то что под временем называют Аристотик или Кант время которым они говорят это вовсе не время это некоторая модель уже времени зафиксированное в пространстве или в числе и так далее а время это то что происходит в настоящее время время это только настоящее время прошлое это уже не время это воспоминание о времени которое уже лишилось качества времени а время это только настоящее время следовательно давайте попробуем увидеть мир в настоящее время так нужно мыслить мир говорит уже у греха было в прошлом уже нет ощущения не не Нет, 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 это есть углек, конечно, Гераклия это может быть, не важно. Этого нет на уровне философии. Философия Платона и Аристотеля занимается уничтожением времени. Она время выводит из рассмотрения. То есть поменит, что времени вообще не существует, а Платон и Аристотель просто свели время какой-то уже структурированной вещи. Нет. Итак, у нас время, следовательно, только настоящее время, это то, что происходит сейчас. А есть ли возможность в науке оперировать с тем, что происходит сейчас? Спрашивайте, как же можно оперировать с тем, что происходит сейчас? Да. Это то самое мгновение. Это то самое мгновение. Да. Ну, как бы. Да, оно неуловимо, оно все время проходит и так далее. Вот, как бы сказать, Кодинг говорит, что да, именно позиция декоренциала, то есть попытка описать процессы, описать процессуальность, это и есть выход на это сейчас. Другое дело, что обычно, когда мы рассматриваем науке, мы занимаемся аппоксимацией, мы вот эту вот процессуальность усводим в какой-то статической картине. Но, совершенно не обязательно. И таким образом, значит, ну, я вам процитирую очень интересную, красивую, в переводе Миша Снейдера, значит, цитату из «Логики чистого познания», где Кодинг разбирает, что такое множество. Разумеется, он это пишет, значит, это параллельно Кантеру, поэтому это не множество Кантера, это множество в философской категории. Что такое множество? Значит, я процитирую маленький кусочек, вот один-три стата. Когда мы мыслим разделение, то представляем себе акт, в котором оно совершается, и без этого оно не может произойти, если мы говорим о том, что что-то разное, что-то раздельное. То же самое с объединением. И поэтому в плане содержания акт считается выполненным. То есть, когда мы говорим, что есть много чего-то, раздельного или соединенного, то мы как бы это помыслим, или в качестве процесса. Но мы считаем, что процесс уже осуществлен, потому что мы уже выполнили это так. Поэтому, когда мы говорим, что у меня есть два яблока, процесс двух, два – это процесс уходим. Процесс уже выполнен, поэтому мы считаем, что все в порядке, они уже статичны, как два. Соответственно, мы также мыслим соответствующий содержание акта как завершенное. Здесь заложена ошибка. Оба процесса, так же, как и их содержание, нужно не консервировать в настоящем, а из актуального настоящего стремлять к будущему, в связи с будущим. Отношение, не нужно мыслить как событие, объединение, не нужно мыслить как событие, исполнение которого закончилось, а как задание. То есть, у нас есть задание, это почти как программа, термин уже вполне себе из компьютер-сайенс. У меня есть программа, и поэтому число – это не какая-то уже завершенная вещь, это некая программа, при помощи которой мы можем производить операционную операцию. Это совершенно другая картина мира получается, потому что весь мир – это некие процессы, которые происходят, и эти процессы иногда бывают открытыми. И вот здесь мы переходим к следующей части нашего разговора. Я, смотрите, ставлю большую скобку. Логика Когина – это большая тема, а я сейчас о ней рассказал очень коротко. Но я хочу двинуться дальше, поэтому я… нас ждет много чего интересного, я поэтому хочу несколько слов сказать. Вот мы уже просмотрелись на такой моменте, что восприятие реальности сознания – это некий процесс, который взаимодействует с другими процессами, с самыми процессами мира. Исследовать нельзя их рассматривать как некую фиотическую реальность, как картинку. Но вопрос, самый главный, является ли процесс уже закрытым, замкнутым. То есть, как бы, обычно наука считает, что этот процесс уже, ну, дальше вопрос экстраполяции. Мы можем считать, что он продолжается, но по сути он никак не меняется. Законы мира не меняются. Они уже как есть, так есть. Следовательно, настоящий момент времени не играет никакой роли. Так, вроде бы, дает нам вот эта кантовская схема критического разума, как физика, то же самое, она описывает мир, как уже существующий мир, который существует по этим заданным законам. Но, ведь, как говорили, из этой картинки исключено настоящее время. Потому что настоящее время – это время, когда, ах, я могу так повернуть, я могу так повернуть. Настоящее время – это время, когда происходит принятие решений, когда происходит акт воли. А физика не включает в себя акт воли, потому что не включает в себя настоящее время. Для физики настоящее время – это продолжающееся прошлое. А если мы теперь попробуем включить акт воли, по крайней мере, без воли, как говорит Коген, и он здесь опирается на кантовскую философию тоже, никакого самосознания нет, потому что человек в своем самосознании определяет себя по отношению к чему-то. Он не может себя самосознавать по отношению к самому себе. Поэтому он опирается на что-то. Эту теорию разработал очень много пунктов, что самосознание основано на акте воли по отношению к нея. Тут начинается тоже довольно сложная вещь. Что же такое нея? Я сейчас об этом буду говорить очень коротко, чтобы не запутать вам мозги, окончательно постараюсь в этом вопросе быть. Но тексты есть, поэтому можно потом сейчас посмотреть более внимательно. Что же такое нея? ответы на тот вопрос, который дает Фихте, и который остается таки ответом плюс-минус для классической немецкой философии, что нея – это объективный мир. Вот есть я, субъект, есть нея – это все остальное. Мир. И, соответственно, наука и философия занимаются познанием отношений я и нея, то есть субъект и объект. Коген с этим, тоже не менее, не соглашается. Потому что, говорит он, не я как объект – это уже функция я. Это мы хорошо знаем из критики Фихта и критики идеализма. Это уже воспринятый мир. Это мир, это вот то, что мы только что говорили про настоящее время, нея не выключает настоящее время, такой вот нея – объективный. И потом объективный мир, если мы его рассматриваем как источник пушку самосознания, то я во мире должен обнаружить себя самого, недостаточно, потому что он говорит на другом языке. Объективная реальность, как бы я ни всматривался в далекие планеты, в Солнце, в Луну, и в законы природы, я не оброшу там себя. И поэтому я должен найти другое я, которое является реальным источником я, говорит Коген. Ну, не буду вас мучить, кроме того, я думаю, что многие знают ответ на этот вопрос, который дает Коген, да. Нет? Нет. Этот ответ дает классическая философия. Она говорит, что, конечно, Бог является центральным идеей вот этой всей объективной реальности. Это очень уничтожение Бога, на самом деле. Почему? Потому что этот Бог всего лишь оказывается функцией мира. Он является просто идеей мира. Такой Бог. Это Бог, так называемый, Бог философии. Спино. Спино, значит, все, главное, не так просто. Спино, значит, все сложнее. Ну, конечно, спино, это Бог пантеизма. Нет. Нет, Коген с этим спорит, и поэтому Бог Коген, это совсем не Бог мира. И поэтому на этом этапе я не Бог. Потому что Бог не дам мне. Я не могу сказать, Бог, иди, давай создай мое самосознание. Это в мифологии я могу тебя осознавать через Бога. А в реальности нет такого. В реальности я не могу. Да, если мы еще Рудольфа Отто вспомним с его, значит, Бакаша, а? Если мы вспомним Рудольфа Отто с его, значит, нуменосностью, то да, когда Бог дает кого-то по голове дубиной, то самосознание иногда возникает. Но это не то основание, на которое можно построить реальное самосознание, как вы пытаетесь делать. Он дает совершенно другой ответ, простой, удивительный и настолько очевидный, казалось бы, что его не заметили. Его заметили, кстати говоря. Заметили, но не разработали подробно. Ты. Источником для я является ты. Ты – это тот человек, с подтверждением которым я являюсь человеком. Это только удушевленное что-то во внешнем мире, а где остальной мир? Где остальной мир – это функция я. Какая штука еще. Нет, на самом деле не совсем, не совсем. Но все-таки весь мир познается через я, который пытаюсь познать то, что у меня приходит. А ты – нет, ты не включается. Ты исключен из этой реальности. И хотя ты принадлежит внешнему миру, то тем не менее ты выключен этой точкой из внешнего мира, потому что он сам формируется в внешнем мире. И таким образом, единственный способ самосознания – это обращенность в отношении к ты. Воля человека всегда обращена к другому человеку, говорит Герман Коэн, к ты. И тогда уже возникает и внешний мир. То есть понятие «оно», которое он тоже приводит. Таким образом, Герман Коэн выстраивает это в 1904 году. Мишка «Этика и чистая воля» выстраивает эту схему, вокруг которой потом крутятся все, как относятся «я» и «ты», «я» и «оно». Ты – это источник свободной воли, потому что свободная воля осуществляется по отношению к ты, по Когену. И осуществляется всегда в настоящем времени. Определение ты – это как бы… Я попробую чуть-чуть более подробно, чуть-чуть более подробно. Спасибо, что я чуть-чуть более подробно, извините, полосекунды еще. Водика такая. Кант уже в критике практического разума говорит, что человеческая свобода определяется, осуществляется за счет отношения к другому человеку. К другому там, именно Кант уже это все сказал. Он уже Кант как бы и вел это понятие другого человека. Понятие другого человека – это не изобретение, естественно, Германа Коэна. Герман Коэн просто определил, что другой человек вообще не то же самое, что другой человек. Это не другой… Вот как бы он говорит, что такое вот этот другой человек? Это альтер-эго? Это как я, только другой. Он говорит, что нет, неправильно, потому что оказывается, что другой человек – это не просто какой-то еще один человек. А это, потому что мы его должны определить от другого человека в процессе. Человек формирует себя, мыслит себя по отношению к другому человеку. Все наше знание происходит в процессе нашего диалога с другими людьми. Все наше восприятие и так далее. Отсюда, еще раз, Когин-платоник. Отсюда следующей фазой на эстетике Когина возникает понятие любви. Потому что такая любовь – это реализация человека через отношения я-то. Чем ты отмечаешься от всего-то знания? Значит… Не, не, не. Отмечается очень принципиально. Дело в том, что, во-первых, ты нельзя поделить, описать в категориях странного мира только отрицательно. Можно сказать, что ты – это тот, который не являюсь я, но который сам для себя является я, и который создает абсолютно автономную от меня реальность. И он, имея свой собственный мир, весь остальной мир тоже определяется для ты отдельно, чем от я. Эти часы для меня и часы для тебя – это разные часы. Но они замечательным образом совпадают. Потому что между я и ты всегда есть очень мощное отношение. Когина его называет корреляцией. Таким образом, пока что… Смотрите, вот эта вот идея «ты» именно в Когиновском варианте, она пока что… Я понимаю, пока что она нуждается в большом разговоре. Так же, вот в тексте, который я вам дал, там есть довольно много. Там довольно много определяется этого понятия «ты». Но этому посвящена огромная книга Когина, которая называется «Этика чистой воли», потому что действительно человек себя обнаруживает как человека через «ты». И дальше говорит Когин очень важную вещь, которую мне кажется очень легко понять, что я – индивида, то есть я – человек, который себя через мир определяет. И я, который определяет себя через «ты» – это совершенно разное я. Тот, который я, который определяет себя через «ты», называется личностью. Я – индивида, то есть я, так сказать, Робинзона Круза, который живет себе в своем мире, у которого все порядочено, у которого есть все прекрасно и так далее. Это индивид, он не является личностью. Потому что личностями мы становимся между друг другом. Ну, окей, еще раз, это большая… Смотрите, я очень-очень много сократил. Я не вел вам понятия «небен менш», рядом человек, с которого Когин анализирует очень подробно. Потом понятие «мид менш» – это свой человек, человек, при помощи которого я становлюсь человеком, к которому я обращаюсь и тому подобное. Которое, Дерман Коин анализирует понятие «реа», эмилийского понятия «нижний», которое, значит, как бы… И так далее, так далее. Это огромная-огромная тема. Но очень важно, что здесь приходит полный поворот сознания. Потому что вдруг, оказывается, наш мир – это личностный мир, а не субъективный мир. Вот какой поворот. Вещи, которые мы воспринимаем, включая неживые вещи, – это личностные вещи. Потому что это предметы наших волевых взаимоотношений с другими людьми. Вот в чем дело. Эти часы – не просто объективная вещь, которая там… И даже луна, которая там на небе, она не просто какая-то объективная вещь. А это предмет моих волевых отношений с другими людьми. И вот этот личностный мир, он, да, действительно существует в настоящее время, а не в прошлом. Если говорить очень коротко и лаконично, таким образом, отсюда здесь… Вы понимаете, что мы уже довольно далеко ушли от Канта и вообще от классической философии. Потому что к нам пришло новое понимание реальности. Реальность – это реальность, которая воспринимается в настоящем времени. Реальность, которая является совместной реальностью с другим человеком. Реальность – это предмет свободной воли, а не предмет восприятия. Да, пожалуйста. Пока мы уже совсем далеко. Совсем далеко мы уже не уйдем. Нет, можно. Из того, что акт воли и профессиональные были исключены спокойно из предыдущего сознания, и это не знают постоянно, не знают физические законы, которые действительно постоянно, которые работают в матери, так как они… Почему же они знают? Конечно, не знают. Почему? Смотрите, Когер нигде не утверждает, что то, что сказал Ньютон, что то, что сказал, сказали ученые, это неверно. Он просто пытается забраться дальше и произвести следующий шаг. Он дополняет, он не отвергает пока что другой… Вы понимаете, понять, как устроен жизнь, как устроен живые организмы, как устроен человек, как устроен психика. Чего-то невозможно, опираясь на старую науку, потому что она не говорит… Потому что все это привязано к настоящее время. Все это происходит… Жизнь происходит всегда в настоящее время. То, что произошло в настоящее время, это уже мертвое всегда. Именно это напрямую говорит Когер. Он говорит, что мы должны понимать мир живым. Живым не в плане экзистенциально красивых слов, а в плане абсолютной реальности. Живым – это значит понимать его с учетом того, что происходит в настоящее время. Но все остальное осталось. Да, планеты вращаются по своим орбитам, все происходит, как заведено, все это тоже происходит. А плюс к этому еще происходит нечто особенное другое. И здесь я хочу процитировать еще важное, на мой взгляд, утверждение. Когин говорит следующую вещь. Он задает такой вопрос, на самом деле, откуда берется понятие «человек»? И он говорит, что, собственно, классические классофии, там, потом или студия, они такого понятия не знают. Хотя есть известное изречение протагора «Человек, который в мере всех вещей», но они его в качестве анекдота приводят. В основном он утверждает, не знаю, насколько справедливо, что вот это фрагмент идей человека, если по честной воле. Скорее всего, идей человека впервые обозначил английский мыслительный пилон, для него единство людей, и их множественность, несмотря на эту множественность, стала индивидентальной проблемой. Вы знаете, какой фокус? Для Батона наличие в человеке и единства, и множества является тоже проблемой, конечно. Потому что политическая классофия Батона, она из того и вытекает, что нужно государство, чтобы много людей объединить. Но государство не объединяет вообще все человечество. Оно не является проблемой, оно не выстраивает проблему человека, как вообще существа. И этой проблемы человека и существа нигде в греческой колоссовии нет. Она есть, как утверждает Коген, и он Александрийский, который пытается соединить Тору с греческой колоссовией, потому что есть понятие человека как универсального существа, человека как человечества, который множественен. Изначально он создан мужчиной и женщиной, он изначально множественный. И есть понятие человека как того самого человека, которого Кант изучает, как индивидуума. Так вот, мы здесь, в этой точке, переходим на человека как индивидуума, человека как личности, который все сочетает единство и множество. Вот какой произошел у нас интересный скачок. И именно здесь, на этом поле, у нас действительно возникает, значит, ну, сейчас, прежде чем возникнет проблема Бога, я хочу сказать несколько слов, еще некоторые очень важные, особенно учитывая наше состояние общества израильского и прочее, проблема государства. Коген, значит, как бы, сейчас об этом совсем нет времени говорить, но тем не менее он, естественно, очень хорошо читал колоссовию права Гегеля и колоссовию духа Гегеля. И прекрасно знаком с теорией государства, которая разработана было европейскими учеными, Томаса Гобсом и так далее, так далее. То есть он прекрасно понимал такую простую вещь, что человек осуществляется, как человек, в роде государства. Если человек из государства изумлечь, поместить в какую-то пустыню, скорее всего, он просто умрет. Но если даже его снабдить едой, все равно он не станет человеком. То есть, крайний экзам, как такое абсолютно выделенное индивид, существующий без всяких других людей. Нет. Все, что мы говорим про человека, это касается человечества или человеческого великолепа. Но вопрос, который возникает у Когена, вплотную, и который, как-то не странно, не задают эти самые немецкие классические философы, также вплотную, хотя в какой-то степени они его задают, это вопрос об отношении человека как-то индивида и человека как-то родового существа. Собственно, этот вопрос основной для формирования политических философов Аристотеля. Как бы, как относится человек как индивид или как человек как сущность. Вот, но, значит, для Когена этот вопрос принципиально важен функционально, как именно человеку стать человеком. Вот, при том же, у нас есть некий эмберический индивид, некий, ну, Гайс, условно говоря, который очень хочет быть человеком, злой человеком, образом Бога, неким универсальным существом, сосредоточением разума, человек, который познает весь мир. Каким образом он может этого добиться? Ответ первый, который дает Коген, это ответ немецкой философии, который, сейчас, наверное, это звучит особо, диссонанс. И, тем не менее, это очень важный ответ, это государство. Государство, это есть источник для человека, чтобы он стал человеком. Вот он родился в детском доме в каком-то, потом там его отключили от каких-то, не знаю, там, подключили к аппаратам, отключили от аппарата, значит, пришли сами, потом потребовали, чтобы отправили в детский садик, школа, ясли, вот, стальные службы, работа, институализация, вот, культура, языки, изучение языков и так далее. Государство, которое обеспечивает переход человека из состояния потенциального, юридического человека в понятие личности. Так это видит немецкая философия. Дальше возникает понятие нации, как структура, которая в государстве помещена. нация, то есть нация, как сообщество, гражданское сообщество, которое сообщество людей связано с людьми и так далее. Кокинг говорит, здесь пропущены очень важные элементы. Здесь не хватает очень важной структуры, потому что никакой человек в своей реальной жизни не имеет дело с государством непосредственно. Он всегда имеет дело непосредственно с людьми, а не с государством. То есть конкретно, когда к нему мама, который, значит, его кормят молоком, значит, она, конечно, не государством представлена, она является, отчасти, конечно, государством тоже, потому что мама выполняет какие-то задачи, какие-то входит, какие-то вибрики ему делает и так далее, и так далее. Но, тем не менее, значит, реально человек имеет дело не с государством, а с человеком. И это два разных взгляда на одно и то же. Но эти два разных взгляда порождают разные реальности. Поэтому необходимо, я зачитаю, пожалуй, цитату «Различие государства и народа». Так для нас возникает различие между государством и народом. Народ составляет истинное общество. Но, как таковое, это общество может быть только относительным. Таким образом, в понятии народа связаны все проблемы в усмысленности и относительности. Мы это заметили уже, когда осматривали понятие «отечество», которое обращено в две стороны – наружу и внутрь. Недостатки этой относительности нас заставляют признать история, политика и инспруденция. Но понятие «право», если не всего показывает вам, как понятие «народа», противостоит понятию «государство». Народ и государство – это разные вещи. Народ, если переводить это на язык английский, как он это и делает дальше, религиозома. Народ – это скорее кинева, общество, сообщество, община. Это люди, которые связаны личными отношениями. А государство – это правовое понятие, это люди, которые связаны общим юридическим статусом, которые как бы находятся в этом гражданское сообщество и так далее. Эти две вещи противостоят друг другу. Поэтому решение политической проблемы с точки зрения Когина, а он живет в момент непосредственно предшествующей русской революции, той революции, этой революции и так далее. И он должен ответить на вопрос, как можно решить проблему. Непосредственно обмена государством, а посредством установления взаимоотношений между государством и обществом. Государство необходимо, потому что для того, чтобы создать человеческое сообщество, мы должны структурировать эти отношения. Они должны быть отношениями права, отношениями договора. Для этого всего нужно государству. Но само по себе государство не работает. Для этого необходимо формирование некой системы вежличностных отношений, которые реализуются в народе или в обществе, в социальных институциях, в общинах. И только взаимоотношение этих двух вещей и есть условия для нормального существования человека в некой социальной структуре. Я хотел об этом сказать, потому что мне кажется это очень важно, но мне кажется, что я уже достаточно забил всех и уже время тоже достаточно завершается. Я хочу ответить, сказать еще одну вещь, чтобы завершить некоторую контурную философию Герна Монакогена. Я сейчас рассказал немножечко про его логику, логику, которая легче всего определить именно как логику истока, которая пытается понимать мир как некий процесс. Этика, правильно, это то, о чем сейчас мы говорим. Этика это его теория межличностных отношений. И в этом плане он производит в этике абсолютно революцию, потому что он говорит, что этика это не просто вопрос о взаимоотношении индивидов, которые должны быть согласно Канту, соответствовать одинаковым законам, нормам. Это отношение договора, это отношение межличностных отношений. Но этого недостаточно оказывается. Этики оказывается недостаточно. Почему? Сейчас я об этом тоже скажу. Но есть еще эстетика, правильно Лева мне подсказывает. Я уже заметил про эстетику, поэтому из эстетики здесь только одну маленькую цитату беру. Это тоже эстетика самое большое у Когина, потому что он подробно разбирает все мировое искусство в этой своей эстетике. Она занимает тысячу страниц, это вероятно монументальная книжка. Ее хорошо знал Бахтина, судя по всему. И значит, она сыграла такую высокую большую роль, но я сейчас не буду говорить про эстетику. Я хочу взять только один-два маленьких тезиса. Для начала я зачитаю цитату. Если мы сейчас бросаем взгляд назад на нашу методологию, ставим вопрос, может ли эта любовь, эта чистая универсальная любовь в природе человека означать чистое чувство в соответствии с деятельностным понятием эстетического сознания, то мы осмелимся прежде всего поставить этот вопрос не в плане сознательности рожденного без содержательного состояния психики, а именно иначе, как могло состояться то, что любовь осуществляется в виде художественного творчества. сложная цитата. Я специально взял цитату, да, у Ходина мало чего совсем легкое, но я вам советую в них просто внимательно прочитать этот цитат. Что он собственно говорит? Дело в том, что эстетика для кантианства это и способ восприятия мира. В первую очередь принципиентальная эстетика первой критики, да, это способ потом она развивается уже в третьей критике. Значит, и соответственно у Ходина получается, что эстетика занимается не просто восприятием мира, а она занимается чувством, которое происходит в процессе восприятия мира, и это чувство это и есть любовь. И соответственно эстетика занимается таким образом с одной стороны отношениями межличностными, то есть исследованием любви, но это процесс любви, это процесс и здесь мы должны вернуться уже к первой его критике, это процесс порождения то receiving процесс творчества. Человеческое сознание это не сознание познающее мир, а сознание порождающее мир. Мы постоянно порождаем мир своим мышлением мир как предмет, естественно. Речь идет не о том, что мы порождаем мир в качестве как демиолог, а то, что мы постоянно познаем мир занимаемся творчеством. Познание это творчество, И мы познаем мир, как бы, сознавая это, познавая это, понимая, почему ткань заболтут, а это так-то. Это тоже творческий процесс. Но основное, настоящее творчество – это творчество межличностное. И это творчество описывается в категории понятия любви. И отсюда искусство – это есть не что иное, как искусство любви. Искусство – это есть постоянный процесс порождения, порождения каких-то новых реальностей и так далее. Ручье – это страшно не модно, я прекрасно понимаю. Это не в духе… Почему, очень модно, порождение новых реальностей? Искусство порождения новых реальностей – да, конечно, это, пожалуйста, это может быть и модно. Но, как бы, то, ну, не важно, значит, как это говорит Когин. Значит, сейчас это не так важно, потому что здесь более важно другое. Есть только один еще важный мир, который я хочу здесь зацепить, а именно связанный с понятием литературы. Потому что для Когина самое главное искусство – это, в первую очередь, литература. Потому что литература – это искусство межличностного диалога. То есть писатель или актор какой-то, он порождает литературный текст. Литературный текст – это воплощение некоего межличностного диалога. Те, кто читали Бахтина, понимают, как это можно помыслить. Значит, то есть литературное произведение – это не просто некая фантазия, не просто отображение реальности, а это некоторая творческая структура, которая, так сказать, этот диалог концентрирует в виде некоторой специально особой реальности, которая замыкает диалог в некотором конкретном объекте. Да. Ну, это качество измельчика, как то, что на лобке. То есть, когда это будет, там будет. Да, да, ну, я так не оспариваю. Вообще, это много с чем перекликается и так далее. Вот, теперь я хочу здесь сказать только одну очень важную вещь. Отсюда возникает новое понятие, которое до сих пор не звучало. И мы так можем перейти к последней части хогимовской системы. Это понятие торм. Он это называет имельские источники. Он говорит о том, что еврейский народ, как народ, мы уже знаем, что народ, народ – это некоторое естественное сообщество, это некоторое межличностное, естественное сочетание. Еврейский народ, как народ, воспринимает и формулирует реальности. Есть огромная теория откровения у него, это вторая часть его религии разума. Теория пророчества. То есть, пророчество, с одной стороны, это двойной процесс по уходу. Это не одинарный процесс, это очень важно. Не просто вот пророк сидит, его охватывает откровение, он записывает. Пророчество – это немножечко более… Тогда бы все были пророки. А пророчество – это процесс немножечко более сложный. Почему? Потому что пророчество – это когда человек находится в довольно сложном положении. Человек или народ, или группа людей, которые сталкиваются с проблемой неразрешимой, которой они бьются и так далее, и которые вдруг их охватывает некоторое откровение, какая-то идея, какой-то вот это творчество, творческий процесс. Но фокус состоит в том, что человек-то с этим не соглашается. Он потрясается того, что он осознает. И поэтому пророчество – это всегда двойная структура. С одной стороны, это сама Тора, а с другой стороны, то, что он называет Мишнету, Мишнетура. Отображенная Тора. То есть это, грубо говоря, а что я, пророк, по этому поводу думаю. Вот есть, с одной стороны, вот откровение, так сказать, которое от Бога получено. А теперь, что я, собственно, сам хочу по этому поводу сказать. И эта вот вторая медаль, она всегда присутствует. То есть пророк, он всегда находится вот в этом двойном пространстве. Потому что, с одной стороны, ну, по всей видимости, нужно несколько словно сказать про Бога. Если не зашли уже до религиозных философов и Когина. Вот, для Когина понятно, что Бог – это центральное тоже понятие, как для любого философа. Но это понятие возникает, как развитие межличностного отношения. То есть человек, именно когда он становится… И здесь отличие, как бы, концепции Бога, Когина, развитие концепции Бога, скажем, у того же Маймонида. Потому что у Маймонида, как и у Аристотеля, Бог – это индивидуальная структура. Это просто, ну, манифестация идеи вообще всего мира. Это первопричина всего существующего и так далее. Для Когина Бог – это совсем не то же самое, что идея всего мира. А для Когина Бог – это некоторая идея, тоже идея, в потомском смысле, отношение с… Ого! Браво, опаздываю! Опоздающий Бог. Значит, это идея, как раз, которая является личной идеей. Для него очень важно понять, что Бог существует в настоящее время, и Он является личной идеей. Поэтому Бог возникает как фигура только в межличностных отношениях, когда люди друг с другом начинают общаться. И тогда, да, именно в человеческом плане, то есть человек не как индивид, не как субъект, кто сдает Бога. Так, он может тоже познать, но для него такой Бог – это просто первопричина. А Бог как личный Бог возникает только для личности. Только личность, способная уловить личного Бога. И этот личный Бог, он возникает в коллективном, как бы, ситуации. Я сейчас, я понимаю, что ты рассказывал, что это действительно немножко спутанное, но попробуй… Да, он межличностный, а потом сказал, что личность. Хорошо. Личность рождается в межличностных отношениях. А личность, человек становится личностью только тогда, когда он устанавливает отношения межличностными с другими людьми, с другими личностями. Субъект не является личностью. Субъект, который воспринимает объективный мир, он еще не личность. А личность он устанавливает тогда, когда его свобода воли обращена на другого человека, и они вместе начинают познавать личность. Потому что личность существует в настоящее время, а субъект – это отображение прошлого. Итак, и вот Бог как личность, он возникает тоже внутри этих межличностных отношений. Вот, ну, я понимаю, что я сказал, что это довольно сложное в таком, в основном, в основном падении, но я попробую сейчас это упростить при помощи самого Германа Хогена, при помощи примера. А, в черепах, это эмоции на счету личности. Да, 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 да. Вот в некотором роде Германа Хогена прямой это не говорит, но я, как читатель Германа Хогена, говорю, что хайп на экзан невозможен, человек не обитаем в острове, не может познать Бога, как хайп на экзан. Он, в лучшем случае, может познать первопричину. Потому что, чтобы познать Бога, ему нужно стать самому Богом, стать Творцом. А чтобы стать Творцом, он должен, то есть, в принципе, я хочу сказать, что любая классовская система, любая религия так или иначе ко всему приходит. Поэтому хайп на экзан тоже к этому приходит. Он начинает заботиться о животных. И вот эта его забота о других, в какой-то степени, приводит его к пониманию того, что здесь кто-то. Но все равно Бог хайп на экзан – это рестольческий Бог первопричин. А Бог Германа Коэн – это совершенно другая фигура. Это тот Бог, который является участником наших межличностных отношений, наших межчеловеческих отношений. Это человеческий Бог. Я попробую это сейчас показать на примере. Герман Коэн, он, значит, на некотором этапе, именно в последней своей книжке, которая называется «Религия разума. Из источников рудаизма», он пытается объяснить вообще, собственно, какую религию. Это большая книга. Ну, слава Богу, Катя Индуганова, переведена ее введение. Это большой текст, хороший, который скоро появится, тем, кто готов прислать. Вот, но само введение недостаточно. Значит, во-первых, мы должны понять, почему, собственно говоря, религия из источников рудаизма. Он говорит, что на самом деле культура человеческая, любая, она как личностная, она всегда идет с каким-то источником. И поэтому даже философию мы не можем изучать без источников. Ну, глупо говорить о философии вообще. Ну, говорите о философии Платона, Гегеля, Канта. И особенно лично, так же, как Бог говорит про литературу вообще. Можно говорить про литературу Достоевского, Пушкина, Гонера. То же так же и религия. Религия не существует вообще. Религия – это всегда какая-то конкретная религия. Вот так уж получилось, говорит Герман Коев. То религия вот наша, так сказать, европейцев, всех, вот, неважно, там, мусульман, там, ну, такая вот. Это религию евреи создали. Это еврейская религия. Ну, так вот и нет, говорит Герман Коев, конечно, мы понимаем, что религиозная идея есть у всех народов. Но сумели сформулировать эти идеи только евреи. Сформулировать, как он там, да, на уровне христианства. Но христианство отдельный разговор. То есть религиозная идея, все идеи, которые сформулированы в порочистом тексте, это еврейские идеи. Конечно, кто-то разводит, нет, это Бог сам все сформулировал и евреям передал. Но без евреев он бы не смог им передать. То есть принимающая сторона здесь принципиальна. Так же, как и без греков, без Платона, без Завесту, не было бы философии Платона. Конечно, философия Платона на небесах записана, на скрижале. Но без Платона она бы не была в философии Платона. И точно так же без евреев, без еврейского народа не было бы никакой Торы, не было бы никакого, никаких пророков, детских, и шариям и так далее. Следовательно, говорит Герман Коэн, если мы хотим понимать религию, мы должны увидеть ее в источниках, в истоках, в ее рождении, как она возникла, в откровении пророков, мы должны увидеть и воспроизвести эти откровения. То есть мы должны стать соучастниками этих откровений. И только тогда мы поймем, о чем идет речь. Сколько бы мы не изумрили наизусть Библию от начала до конца, мы ничего не поймем, пока мы сами этого не увидим. Пока мы сами не станем, так сказать, пророками. И таким образом, как бы, и тут нам является действительно Бог. Но это Бог, это еврейский Бог, это Бог народа Израиля, который участвует в наших делах. Теперь, это пока что звучит как общая декларация, а сейчас я покажу, как это работает. Для этого нам придется сделать довольно сложный кейс, значит, а именно, который Герман Кольцов и делает в приведезловии к леги разума. Он говорит, давайте поймем, что такое страдание. Страдание, ведь это такая вот неприятная штука, которая все этики постоянно с ней имеют дело. Совершенно понятно, что страдание – это плохо. Но этики, в первую очередь, мы должны искать этику стаической философии. Они говорят, что человек должен примириться с страданиями, человек должен преодолеть страданиями, человек должен жить со своими страданиями. Ну, говорит Герман Коэн, да, и на этике она говорит это. Но вот христианская этика, говорит Герман Коэн, она идет дальше. Она понимает, что из страданий человек может извлечь некий позитивный смысл. То есть страдания, они могут быть плодотворными в какой-то степени. Потому что человек, когда он страдает, он тем самым ускупает мир, он приносит мир избавления. Мы с этим не согласны. Нет. Это есть пророк, конечно. Но... Игорь Иов, он там ничего не скупает, потому что он страдает это жрёт. Нет, это не верно. Да, сразу он говорит, я не открыл наше глобное, правильно? Расскажите, друзья, скажу очень просто, можно на 10 лет устроить обсуждение Детка Иова, я скажу только одну фразу. Вот, как я вижу книгу Иова с позиции генианской философии. Книга Иова, в ней самое главное, вовсе не то, что Иов страдал, или что не страдал, что Бог его и так далее. Книга Иова самым главным является то, что это книга. Самая главная книга Иова, то, что это книга. То есть текст. Это значит, что она текст. Понимаете, вот... Я ставлю книги тоже текст. Не поверю, хороший, только хороший. Вот, смотрите, это значит, что если мы хотим понять книгу Иова, конечно, мы читаем её и так далее, но мы также ещё немножечко должны думать, потому что книга любая, она имеет некоторый определенный деседж, она что-то нам пытается сообщить. И, соответственно, как бы, если мы будем, как говорится, читать книгу Иова не как текст, а как просто реальность, как вот то, что происходит за окном, тогда у нас очень плохой Бог. Он действительно издевается над бедным Иовом, да, и так далее, и так далее. Но если мы только... Ну, и есть текст. Я говорю, что мы понимаем, понимаем, значит, книга Иова, это некая божественная провокация. Нам Бог даёт книгу Иова и говорит, а почитайте, пожалуйста, и подумайте. Поскольку параму Иова не существовало? Да, 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 да. Иова не существовала по части Талмуд говорит, это одна из видов Талмуда, что вся эта история это притча. Вся эта история... А она здесь существовала? Почему? Так и плохо, так и плохо. Смотрите, притча существовала, потому что Иов страдал. Невинный страдатель. Давайте я дам ответ Герману Ковину на Иова и задону на эту проблему, как он говорит. И этот ответ нетривиальный и никакой его сразу принять. Но он соотвержен с тем, что я сказал, что самое главное книги Иова, что это книга, а не просто так вот события, которые происходят за окном. То есть в ней заложена некоторая идея, некая притча, в ней есть позиция автора, позиция читателя. Не всегда. Не всегда. Да, да, да. Я должен завершать. Дайте мне закончить. Герману Коэн использует свою философию, которую мы тут разговаривали, для того, чтобы проанализировать ситуацию страдания. Он говорит, что есть принципиальная разница между моим страданием и страданием другого человека. Потому что мое страдание, оно, так сказать, субъективно. Я страдаю, мне плохо, и, конечно же, нужно его преодолеть, это страдание. Страдание другого человека это совсем другая история. Ну, понимаете, вот я, например, когда страдаю, я должен тебе говорить, Илья, смирись, ну, что делать, твоя такая судьба, ну, или преодолеешь, или сделаешь то, чтобы не страдать. Хорошо. В любом случае, я должен преодолеть это страдание. Значит, и это моя субъективная задача. Что страдание другого человека. Страдание другого человека это подтверждение ко мне. Мы с вами только что говорили, знаний еще не было, что другой человек это другая личность, это и есть источник моего самосознания. То есть мои личности. Я как личность становлюсь личностью именно подтверждение к другому человеку, а не сам подтверждение к себе, не подтверждение к нежнему миру. И вот я как личность становлюсь личностью, сверцая страдание другого человека. Я говорю, ты не страдай. Все к лучшему. Гамзоли то ва. Все будет хорошо. Не беспокойся. Друзья Иова. Да, да, да. Это издевательство. Это друзья Иова. Правильно, правильно. Это друзья Иова. Это издевательство. Кто говорит? Мне это не говорили. Мне это не говорили. Ну, везде. Сейчас я вам скажу, что произошло. Иова, с точки зрения... Это прямо Герман Коя не говорит, но его логика это говорит. Смотрите. Он говорит, что такое страдание. Он говорит, что страдание... Ведь нам пророк Ишаян, 45 глава, говорит, что кто у нас источник страдания. Зачем нам книга Иова? У нас есть 45 глава Ишаян. Бог говорит. Я творю. Я образую свет. Я творю тьму. То есть, я образую свет. Я творю тьму. Я, Бог, творю зло. Я делаю мир. Значит, этот стих очень подробно анализирует Герман Коян. Он говорит, что такое, что странный Бог, который творит зло. Что он нам делает? Для чего нам это зло? Что он вообще делает? Для чего он... И каков источник этого зла? Что это такое? Зло, говорит Герман Коян, это то, что происходит с этим самым другим человеком. С этим самым невинным страдать. То, что происходит с тобой, это следующий рассказ. Следующий разговор. Это становится личностью. Но личность у нас рождается при соприкосновении человека с другим человеком. И вот я вижу, как этот другой человек страдает. И в отличие от прямых или вымышленных друзей Йоова, я тут должен включиться. Вот тут начинается моя свобода воли. Вот в этот момент я становлюсь человеком. Когда я вижу, окей, это устарело. Герман Коян, человек, начало 20 века. Он говорит так, что когда я вижу страдания другого человека, я в этот момент должен включиться и в должность от человека. Только в этот момент я... Что это должно выразиться? Что значит, что это должно выразиться? Это должно выразиться в акции свободы выбора. Акции воли. Я должен что-то придумать. Я должен ему помочь. Я должен поделиться с ним. Я должен изменить мир. Я вот в этот момент, в этот момент, я вдруг начинаю становиться человеком. О, Коби. В этот момент. И в этот момент внимание является Богом. Так шел к Йоова. Йоов себе жил, молился, приносил жертвы повинные, что вдруг он не то сделал, или кто-то сделал детей. И вот, а на небесах по поводу него вели этологический диск. А, но в какой-то момент... Так, не магировался, Бог. Показал ему мир. Это много... Это в книге. А? Это в книге. Да. Я-то в автор, ты не знаешь, показал. Ну, там написано. Он вам показал. Да, он не показал. Да, он не показал. Да, он не показал. Но это Бог, как бы, вообще... Секунду, вы там сказали, что это текст, это только текст. Мы не можем начать действовать, это только текст, мы не можем начать действовать по отношению к тексту. Смотрите, 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 секундочку. Хорошо, хорошее, хорошее, хорошее замечание. Значит, действительно, к нам является Бог главным образом через посредством текста. Потому что так, что училось, что в основном про Бога мы знаем из текста. У нас есть тонарк, у нас есть ничего, чего-то. Но, говорит нам Герман Коген, я сейчас играю в его игру, только тогда он является к нам из текстов, когда он является к нам по-настоящему. Когда вот эта штука, этот текст, когда мы являемся кабинетами читать, а мы сидим в кабинете и читаем, не будем говорить, ах, какой бедный ел, как он страдал, как ему было плохо, ух, какие глупые эти друзья его, а Бог какой странный. Пока мы остаемся такими, так сказать, внешними, посторонними, все это, так сказать, является, значит, на самом деле, по Герману Когену, значит, действие начинается тогда, когда я обнаруживаю его за своим окном. То есть, когда я обнаруживаю, то есть, начинается тогда, как начинается Галаха. Сам Герман Коген не употребляет термин Галаха, он говорит о поступках, о поведении, о законах и так далее. Когда человек становится обладательным свободовой, когда он начинает примерять это к своей реальности и начинает внести себя как человек. Тогда он сам становится уже не другом Иова, он начинает реагировать иначе на Иова. Иов, это очень интересно, что Иов, это, как бы, ну, никому не советуем стать Иовом. Значит, но, как бы сказать, по отношению к Иову, реальность, как мы относимся к Иову, она уже, это уже очень важный вопрос. Иов, это любой человек. Потому что, по отношению к любому человеку, мы оказываемся в ситуации, наблюдая страдания другого человека. Конечно, мы сами тоже страдаем, каждый из нас. Но ситуация начинается, вот здесь начинается уже настоящая игра, потому что мы, я считаю, друг по отношению к другу, разворачивается и так далее. Короче говоря, одно слово. Поскольку человек становится личностью по отношению к другому человеку, и Герман Коин употребляет такой термин «meet mens», то есть «со-человек», то, значит, соответственно, ситуация страдания возникает тогда, когда человек, возникает такое понятие «со-страдание». Когда я страдаю страданием этого другого человека, то меняется, я меняюсь, все, меняется моя структура. Я уже становлюсь из созерцающего субъекта, сострадающим человеком. Сострадание – это позитивное понятие. Страдание – это негативное понятие. Значит, когда я превращаюсь в сострадающую личность, то есть я становлюсь человеком просто. Ко мне является Бог, значит, потому что, ну, как бы, потому что, когда я становлюсь сострадающим, когда я становлюсь сострадающим, это слово «сострадание», есть слово «страдание», в этом есть негативный посыл. Но, на самом-то деле, сострадание – это, ну, вы видите, например, заговорить «кэсет» или «ракманутер», нет никакого негативного понятия. Тебе подойдет слово «эмпатия». Эмпатия – это один из вариантов. Эмпатия – это только описание неком психологического момента. Это то, что переживание. Согласен. Это то, что переживание. Это то, что переживание. Окей. И, может быть, и сострадание, если животных так же, мы не занимаемся сейчас, как это называется, пренебрежением животных и, значит, недооценкой того, что в них есть много чего очень важного. Значит, так или иначе, я, мой рассказ практически закончен. То есть, значит, единственное, что очень важно проакцентировать, это постоянно в религии разума упоминаемый Когеном разница между этикой и религией. Он говорит, что этика, она описывает, думаю, и фармальные законы межличностных отношений. А религия, она занимается практикой и пониманием самих этих межличностных отношений как некого процесса. Поэтому религия, она меняется, она разворачивается, она связана с опытом, она, грубо говоря, в ней есть своя собственная логика определенная для этики. Сострадание – это довольно поверхностное понятие, что я должен относиться к другому, если бы это я страдал. Ну, окей, для Германа Коэна это значительно больше. Я через это сострадание, я становлюсь человеком, становлюсь личностью, а не индивидуум, субъектом этих. Короче говоря, вот примерно такое вот очертание. Я думаю, что я завершил эту странную попытку. Конечно, я должен, может быть, несколько слов сказать, почему я говорил, что Герман Коэн своего рода рамбам, так сказать, нашего времени. В нем есть этот момент, маймонит нашего времени. Во-первых, потому что он, как и маймонит для Средних веков, разрешил одну из тяжелейших коллизий мышления для Средних веков. Тяжелейшие коллизии мышления – это был, конечно, вопрос о том, как откровение соотносится с разумом. И хотя на уровне философии эта тема была решена еще до маймонида, но он сумел это проработать на уровне логики, на уровне германептики и так далее. Но для нашего времени совершенно другая проблема является основополагающей, как мне кажется. И тут, конечно, я вряд ли возьму на себя смелость сказать, какая имя. Я просто скажу, что другая. Есть какие-то проблемы, которые являются проблемами нашего времени. И вот я вижу, что Герман Коэн к ним подступил, к каким-то очень интересным образом. Если не знать, какие проблемы, как же можно знать, как они будут. Я не хочу сейчас… Я хочу вас спросить. Каждого коллеги должен свой герман Коэн, свой монет. Да, да, да. Все верно. Но дело в том, что здесь есть принципиально… Значит, как бы, если пытаться развивать герман Коэна для нашего времени, то, конечно, это получится один герман Коэн, что-то другой получится. И поэтому учение, скажем, монету, которое довольно важно для современного Израиля, для многих, оно является третий или второй призвод для герман Коэна. Монету был учеником ордена. Орден был последовательным герман Коэна. То есть, это все в переработанном виде. Так же, как и Розенцвайк, это в переработанном виде и так далее. И Савович, это в переработанном виде. Но, тем не менее, здесь заложен некоторый, как бы, фундаментальный вызов. В том числе, вопрос о том, что Галаха, там, и так далее. В связи с всех этих фамилий, кто Коэн, после Коэна, она не фамилирует, она, наверное, сам должен быть Мендельсон. Я же целую лекцию предыдущую прочитал. А, предыдущую лекцию? Вот, про Мендельсона, но или поздно предыдущую. Нет, Мендельсон, я имею в виду Коэн, как черпыли. В разум чистого разума, как это касается. Нет, нет, нет. Дело в том, что Мендельсон совершенно не в этом. Я могу только Леву адресовать мои самые лекции про Мендельсона. Мендельсон совершенно не это. Мендельсон – это великий философ, тоже, которого Каун считал равней себе. Он просто в период другой эпохи. Если какие-то политические философы Мендельсона, то как раз вот идея Когина... Или это в рамках к религии, в рамках к цикламу. Нет, нет, нет. Это все некоторое упрощение. Религия в рамках чистого разума – это у Канта было. А Мендельсон, кстати, не соглашается с Кантом. У Мендельсона религия совершенно не сводится к разуму. Потому что религия связана с трансцендентным измерением. Она связана с тем, что не вмещается в такой разум. Но главная идея Мендельсона в Русалиме – это то, что, то, что мы говорим, политическая философия. Это то, что государство и общество должны установить структуру отношений. То есть народ не может жить под законом государства. У него должны быть социальные законы. Это общество должно быть. Оно обращается в религии. Идея вести общины, когила. То есть главный один из элементов проекционизма – это уничтожение идеи общины. Но поскольку религия – это довольно умный народ, поэтому они, сионисты, я имею в виду, не уничтожили общины, а установили с ними закон статус-кво. Но тем не менее общины – это то, чего дико не хватает в Израиле. Общины. Общины стоят только для диаспор. Ну, приезжай к нам в Маледу-Мин. Я знаю, что Маледу-Мин, так вы идете впереди, вас нет. Да, пожалуйста. Сказали, что сейчас назад физика – это только осуществление прошло. Да. Но физика в начале 20 века открыла окошечко физику будущего в лице квантовой механики. И с этим мы сильно не согласились, потому что в физике тоже есть настоящие, я не долго зацеплю, но это ничего не разработано. Но физика изучает законы мира. Вот Ньютон, создатель физики Ньютон. Ньютон, он, как это называется, арианская ересь. Он читал, что Бог создал мир и сам устранился. Что мир уже существует. А Кутин считает, что мир создается сейчас. Ну, знаете, может, я говори, что в физике главное, что больше, как раз, не влияет. Влияет только координаты, и скорость, и счастье. Я даже видел, какие книги абстракции, как говорится. Трудинами, средств памяти, а если бы среда фону, что было бы, нет? Верно, верно. Нет разницы, то есть все законы обратил, и до прошлого, и до настоящего, это одно дело. Да, но прошлое не влияет на то, что... Не, не, это просто реформулировка. Не, не, Лёва сказал очень хорошую, тонкую вещь. На самом деле влияет только сейчас, но сейчас оно сведено в прошлое. Нет разницы, то что сейчас, это прошлое, то это другое. Дорогие друзья, я думаю, что, может быть, если кто-то еще с нами захочет высказать свое мнение, вопрос, и включится в разговор, я буду очень признательным. Я думаю, что интересно будет тем, кто здесь, в насолидно, в нашей центре. Может быть, я, правда, у меня нет экрана, но я был бы рад, если бы кто-нибудь что-нибудь сказал. Есть замечания, у нас много времени нет, но, может быть, кто-то захочет. Я не вижу, чтобы в чате что-то было. Я думаю, все глушены моей лекцией. Но я вызываю всех писать в Фейсбуке свои мысли, вопросы. Я не пришелся конспект, потому что я... Ага, с удовольствием, да. Конспект... Вот. Поскольку я думаю, что будет запись, мы можем еще вернуться частично. Но главное тексты, потому что мы коснулись только отчасти этих текстов. Вот. И я думаю, что тем, кто, как бы, можно со мной согласиться не соглашаться, но я удалось бы сказать, что это некоторое прорывство во судьбе будущего, которое отнюдь еще не произошло по-настоящему. Это только начало разговора. Я об этом когда-то, когда 20 лет назад был на конференции еще на Левинасу в Вильнюсе, то я сказал так, что на Абиму вначале приходит Коэн, потом Леви, это Левинас, а потом должно быть еще 5 израильтян. Спасибо. Да, 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 спасибо. Не обязательно израильтян. Для тех, кто находится в других странах, я хочу сказать, что это не обязательно израильтян, просто шутка стоит в том, что обычно, когда кто-то вызывают, есть первые вызывают Коэна, потом Леви, а потом 5 человек простых. То есть просто израильтян. Вот, но это не обязательно должно быть израильтян, и я думаю, что не обязательно евреи. Значит, это просто те, которые продолжат этот процесс. А? Как не обязательно? Ну, конечно. Адам. Так, это другая тема. Так, давайте, мы находимся в центре на Ахидов сейчас. Рабошерки, который обращается ко всем народам, и мы пытаемся найти смысл того, что находится и в философии, и в науке универсальной. Я надеюсь, что никто не собирается ничего говорить, поэтому я думаю, мы можем закончить нашу, как бы, сегодняшнюю лекцию. Значит, я уверен, что будет еще возможность обсудить все это. все обдумать. Ну, такая возможность, я надеюсь, будет, благодаря Натану, который дождет на запись, и мы сможем потом еще раз все это посмотреть, а то мне тоже это будет мало важно. Окей, мы заканчиваем, правильно? Да. Окей, все, всем счастливо и пока.